Как вас зовут? Меня зовут Аринов Галей Бабашевич. Сколько вам лет? Моя фамилия произошла от имени моего деда Арн. Я из найманского рода Сбан, рода Джангубек. Я потомок найманских биев и 17 поколений Аканов. Казахи являются ассорти, да? Да, мой прямой предок и 7 поколений биев Сбанов. Может быть этим обусловлена моя мучительная ответственность за состояние народа и нации. Еще тогда, в те времена, он писал о справедливости и несправедливости. Ахан Шакирым, он тоже получается нам родственник, потому что его мать из рода Джангубек. И даже Аойзовы по этой линии нам являются родственниками, потому что их бабушка доносил, ой, прабабушка, она тоже из рода Джангубек, а не все потомки Бия, Кудалстуктубай Бия, который был послом Атаблайхана в Пекине, который трижды встречался с императором Китая. Вот поэтому, а когда семью расстреляли и мой отец попал в затон в Пету, его спросили, как фамилия, он спрашивал, что такое фамилия, хорошо, как зовут отца, Айрин, вот знаешь будешь Аринов. Вот так мы стали Аринов из рода Джангубек. Сейчас вы хотели прочитать какие стихи? Судьба Ахан Шакирыма мне была известна с детства, мне ее рассказывала моя апа, которая была тухалом у моего деда. И она знала и кто его убил, и как его убил, потому что мама Шакирыма, она была из нашего рода. Шакирыма убили, я сказал, род Джангубек. Шакирыма убили, казахи стали к нему собираться для того, чтобы обсудить, что делать, как быть дальше, потому что уже умираем. Умираем от голода, умираем от экспроприации, умираем от расстрелов, репрессий. И он ждал гостей к себе в АУ. В это время начальнику Аягусского НКВД Карасартову донесли, и он с отрядом поехал к АУ Шакирыма. Когда он подъехал к АУ, поэт сидел на холме и ждал гостей. Карасартов выстрелил в него, поэт упал. Тот подъехал к нему, добил и сказал собаке собачья смерть и бросил его в колодец. Единственное, что еще может быть его немного оправдать, это то, что когда уже в старости лет он потомкам Шакирыма показал тот колодец. Но сыновей Шакирыма, которые успели уйти в Китай, их нашли и там НКВДшники, и там они их тоже убили. То есть мужскую линию Шакирыма была уничтожена. А потомки Шакирыма по женской линии, они сейчас есть в Алма-Ате и я даже некоторых знаю. Но кто-то из них состоялся, вышел какой-то из них дух гениальности? Нет, поэзии я заинтересованных не видел, а вот просто нормальные, хорошие люди, порядочные люди. Давайте стихи попробуем. Песня Шакирыма Был расстрелян поэт по навету, просто так, без закона убит. И дурная молва шла по свету, только слава ждала, как гранит. Тот, кто знал, тот надеялся, верил. Тот, кто знал, тот надеялся, ждал. Ждал, когда зазвучит над землею его слов золотистый металл. Зазвучат будоражно струбы, зазвучат тихоструны дамбры, что-то скажут застывшие губы, те, что к людям безмерно добры. И теперь для нас всех тот убийца, что в Россию приблудший Дантес. Божий, сделай, чтоб больше не было в особистых жестоких повес. Доброта его сердце поила, красота была нежной струной, и была в нем огромная сила, и ему был понятен любой. И в людей он надеялся, верил, и в людей он надеялся, ждал. И звучал над родимой землею его слов золотистый металл. Не всегда всем нужна видна совесть, не всегда всем нужна красота, потому среди нас побеждает очень часто сердец пустота. Почему ж так завистливы люди, и зачем так бывают хитры? Разве только врачи и поэты в своем долге должны быть добры? Был расстрелян поэт по навету, просто так, без закона убит. И дурная молва шла по свету, только слава ждала, как гранит. И за то, что надеялся, верил, и за то, что надеялся, ждал, Вновь звучит над родимой землею его слов золотистый металл. Спасибо. Сегодня у нас 8 число, по-моему, 8 августа 2015 года. Д'llum, так как можно. Активный металл